Добрый день! Очередное утро! Сегодня у меня две посылочки, как говорится, фактически связаны между собой. Это планшет куба U25GT, которая в новой ревизии с новым процессором. Мой автозарядка для этого планшета. В подарок бонус, как говорится. Давайте быстренько посмотрим. Обзор этого планшета я делать как бы не буду. Думаю, вот такая вот автозарядка самая обыкновенная. Ничего больше такого нет. Это она подходит вот для кубиков, 5 вольтовых кубиков. Так... Обзор делать не буду, потому что первый планшет, который мне вот такой приходил, я благополучно спалил в посвоении внимательности. Ну, не знаю, как. Вот, спалил и я там наработки тестов делал, конечно. Но вот этот вот... Вот этот вот планшет мне вот я вот сейчас скрою и везу на работу, потому что там начальник, начальник хочет. Вот. Попутно я, в принципе, расскажу хотя бы о тех результатах, тестов, которые я проходил на том своем сгоревшем процессоре. Это, короче, планшет на процессоре РК 3168. Короче, вот такой вот. Вот. Здесь еще чехольчик идет фирменный, именно для этого планшета. Давайте посмотрим. Так вот он. Ну, самый обыкновенный У-ГТ. У-25 ГТ. Так-то он называется У-25 ГТ ПРО, но вот почему-то они его... Так как модельки две, хоть и разные по внутренним компонентам, но по внешним компонентам, как говорится, идентичны. Вот такая вот зарядка русская сразу же, что очень удобно, что очень приятно. Вот так вот. Так. Вот. Теперь давайте скроем планшет. Вот. Вдруг что-то новое здесь у нас добавилось. Такс. Планшет почему-то, кстати, не распространен очень вот на этом процессоре. Процессор новый. Ну, наверное, может быть, пару месяцев начали выпускать его. Процессор двухъядерный. Сейчас все бегут за четырехъядерным, но преимущество этого процессора в том, что вот у меня тестовый образец мой отработал в режиме просмотра видео шесть часов без подзарядки, а в режиме игр отработал четыре часа без подзарядки, что очень хорошо. Вот так. Пленочка. Надеюсь, тут пленочка наклеена. Так. Пленочка. Вот сам планшет. Заклеена на эту. Прикольно. Возможно, проверялся планшет. Да, пленочка здесь есть. Очень хорошо. Давайте вот включим. Вот такой вот сам планшет. Очень приятный, как бы, на вид на ощупь. Вот. Вот так вот он держится. Ну, что здесь, в принципе, кнопка включения, разъем для наушников, разъем для подключения микро-USB, разъем для питания, разъем для микро-SD, карточки, качелька громкости. Все, больше других никаких компонентов нет. Ну, и выход на динамик найден. Давайте-ка включим пока. Ну, пошел включаться. Версия 4.2.2, кстати. Вот, андроида. Так, вот он у меня в режиме воспроизведения, я рассказал. По тесту Antutu показали около 8000 попугаев, что, как бы, тоже неплохо. Вот здесь вот двухъядерный процессор K3168. Я, конечно, могу ошибаться, но, тем не менее, кажется, это так оно и есть. Вот такой вот планшет. Достаточно быстренький. Он шустрый, что самое интересное. Очень шустрый для такого процессора. Вот. Рутовать не буду, отдам. Это девочки пойдет. Вот. Что еще? 8 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт внутренней памяти, но 512 оперативной памяти. Что, если честно, я вот сейчас начал считать, что это маловато, но вот именно под этот процессор, этой памяти вообще за глаза. Ну, а тут все остальное у нас стандартно. Кабель для подключения к компьютеру, ОТГ кабель, и вот еще добавилась вот такая вот ручка-нажиматор. Даже работает. Прикольно. Ну, такой подарок. Вот. Ну, вроде бы и все, что я хотел рассказать об этом планшете. Мне планшет очень понравился. Понравился он по... По своей вот этой долгой работе, долгоиграющей. Он такой... Здесь вот хорошая грань. Он достаточно мощный, для игр. То есть, на него можно поставить достаточно мощные 3D-игры. И при этом он очень долго работает. Конечно, самые последние топовые игры на нем не поиграешь, потому что все-таки, ну, все-таки процессор двухъядерный. Но, тем не менее, вот для ребенка это такой планшет вообще замечательный. Плюс его, это он очень долго работает, не подтормаживает, не подтормаживает, не гонит. Я вот, когда тестировал прошлый вот такой вот образец, он мне ни разу не зависит. Вот, вот, вот. Ну, а минусы? Не знаю. Не ЭПС-матрица, хотя инверсия вообще почти незаметна. Ну, то есть, есть инверсия, но достаточно маленькая. Ну, больше даже сказать нечего об этом планшете. Спрашивайте, если что, то подскажу обязательно. А я его сейчас собираю и повезу начальника. Спасибо, до свидания. Ставьте палец вверх. Обязательно буду продолжать вас радовать по мере сил и возможностей новыми обзорами, новыми распаковками. Сейчас у меня, наконец-то, мое замещение, моих системных администраторов закончилось, а то замещал двоих системных администраторов. Рабочий день был реально с 9 до 9 вечера. Плюс подработки какие-то, плюс записи видео, монтаж. Вообще без сил. Без сил просто. И я не знаю, где я находил силы и время. А еще охота была и отдохнуть, и время провести с семьей, что самое главное. Вот такие вот дела. Ладно. Это было лирическое отступление. Спасибо. Спасибо, что вы есть. Спасибо за подписку, что подписываетесь на мой канал. Скоро уже будет 500-ый подписчик, что очень для меня, не знаю, важно. Видно, что моя работа кому-то нравится, кому-то, возможно, приносит пользу, что очень приятно. Думаю, что ты вот это делаешь не зря, что очень хорошо. Ладно, спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...